Всем привет! Я долго думал делать это видео или нет. Причин думать было две. Первое это то, что слишком много информации еще не рассказано. Многие вещи либо представлены туманно, либо в целом не оговорены компанией NVIDIA. С другой стороны, эта же причина является и стимулом сделать видео, чтобы сформировать ряд вопросов, от ответов на которые во многом зависит, как и что будет работать. Вторая причина, которая заставила меня все-таки сделать это видео, это реакция в России, да и не только, на представленные технологии. По сути, складывается ситуация, когда общее мнение может навредить всей игровой индустрии в долгосрочной перспективе. Представьте, что если бы в момент появления карт на DirectX 10, все кричали, что зачем нам унифицированные шейдерные блоки, они нам не нужны, игр нет. Демо со всякими частицами, тенями и прочим тем, что рассчитывает видеокарта, убогие, нам ничего не надо, давайте сидеть на 10-ом DirectX. Или во времена 11-го DirectX все бы кричали, что нам не нужна теселяция, еще карты новые покупать, игр с теселяцией нет, только пара бенчмарков, зачем нам эта мнимая полигональность, в ней с плоскими стенами нормально. Да, безусловно, любой аппаратный переход является болезненным. Вспомните, например, выход первых карт с 10-ым DirectX. Мощности эти карт оказались настолько малыми для открывшейся возможностей, что мало в какой игре можно было видеть признаки новых технологий, а допустим, первый Crysis смело унижал даже топовые решения. Помню, что я в то время купил 8600GT, установил Crysis и сразу присоединился к жертвам мема, который спрашивает, пойдет ли первый Crysis на чем-либо. Хотя мемов тогда в принципе-то еще и не было. С тех пор много воды утекло, куча всевозможных эволюционных обновлений произошло, которые нам дали многие графические функции именно благодаря внедрению аппаратных обновлений для работы с новыми шейдерами. Аналогично и аппаратные средства для теселяции. Имитация высокополигональных объектов дает много преимуществ по оптимизации графики и для самой видеокарты, и в принципе для всей игровой сцены, то есть и для снижения нагрузки на процессор, при этом давая еще и определенные графические преимущества. И каждый подобный переход был ознаменован тем, что старые решения неминуемо превращались в тыквы не по причине своей малой производительности в целом, а по причине отсутствия тех или иных аппаратных возможностей. Но именно эти аппаратные возможности становились базой для возможных новых технологий, которые двигали игры вперед в графическом плане. При этом на картах со старыми шейдерными блоками в теории тоже можно было делать все то же самое, что с новыми, просто это все было бы в виде костылей и отнимало это больше временных ресурсов. Также теселяция появилась в том или ином виде до выхода Дарит X11 и совместимых с ним карт, но отнимала она слишком много ресурсов и рабочего времени видеокарты. Сейчас же появились новые аппаратные возможности, призванные улучшить производительность при работе с трассировкой лучей. Иными словами, представлены технологии и возможности по ее аппаратному ускорению, которая будет базой для будущего роста графических возможностей игр. И так же, как и в прошлом примере, до RTX были игры с элементами трассировки. И во многом трассировка для построения сцен используется практически во всех современных играх. Просто делается она до выхода игры, художниками. Они рендерят созданные сцены, формируют карты теней и света, и эти пререндеренные материалы попадают в игру. Но при этом накладывается масса ограничений по тому, как можно взаимодействовать со сценой, так как она заранее просчитана. И добиться динамического света в играх – затруднительная задача. В общем, мы имеем новую технологию, которая будет двигать игры, а везде клики о мошенничестве. Я лично не смог просто так сидеть и на все это смотреть, потому что я в корне не согласен с мнением большинства. На самом деле есть вещи, которые должны смущать и волновать всех нас, и делать нас обеспокоенными за то, какой ценой будут достигаться новые вершины в графике. Но уж точно это не вопрос о шарлатанстве и того, что нам втирают какую-то дичь. И об опасностях я в этом видео тоже расскажу. Но пока коротко введу в курс дела всех о новинках, если кто-то не в курсе. Недели две назад были представлены новые квадры для рабочих станций, и около недели назад GeForce для игровых компьютеров. И там и там были представлены продукты на одних и тех же чипах. Есть некоторые различия в спецификациях, но в целом, как и ранее, квадры GeForce – это одни и те же карты. В качестве новизны указывается наличие RT-ядер. Точно не пояснено, является ли это чем-то отдельным от старых блоков, или это новая вариация старых блоков, и не сказано, сколько их всего, если это что-то отдельное от старых блоков. По CUDA-ядрам официальных подробностей тоже немного. Говорится лишь о том, что добавлены новые исполнительные блоки для целочисленных операций, так, чтобы они могли работать одновременно с выполнением операций с плавающей точкой. И то, что вдвое увеличена ширина шины для кэша, какого именно и где конкретно, не уточняется. Это касательно CUDA-ядер. Прочих описаний к их новизне я не находил. Но и о том, где и что такое RT-ядра, я тоже не находил описаний. В общем, нагнали туманом. На презентации карт, конечно, был показан слайд, покрашенный с разными блоками на чипе, но и сделано это было, вероятно, для красоты или наглядности, и к практическому функциональному делению чипа отношений не имеет. Естественно, добавлены и тензорные ядра, доставшиеся в наследство от вольта. К ним мы перейдем еще чуть-чуть попозже. Что касается остальных блоков, то есть CUDA-ядер, в сравнении с вольтой, в новых тьюрингах их меньше. В вольтах в полном кристалле есть 6 блоков по 14 SM-модулей. В паскалях было в старших решениях 6 блоков по 10 SM-модулей. Именно рост числа модулей с 10 до 14 дал прирост в новом Titan V примерно в 30-40% относительно титана на паскале в играх. В тьюрингах в полном чипе 6 блоков по 12 SM-модулей. То есть прирост производительности в сравнении с паскалями будет не такой большой, как в Titan V, даже несмотря на архитектурное улучшение самих модулей. То есть прирост между аналогичными картами по числу блоков, то есть 6 против 6 блоков или 4 блока против 4, должен лежать в пределах от 20 до 30%. Паскале, напомню, на рынке почти 2,5 года и для этого времени прирост не такой, чтобы очень большой. Он довольно существенный, но ожидался состав блоков как у вольты, а получили мы меньше. Вероятно, это является причиной того, что про число ядер и про традиционные игры Nvidia ничего не рассказали на презентации. Иными словами, все ждали 40% прироста, а получается около 25%. И это те значения, которые в целом стоит ожидать от новинок и, вероятно, что-то такое будет получено в первых тестах в обычных играх, которые не использует RTX. Теперь пройдемся по технологиям. Первое – это аппаратное ускорение трассировки лучей. И тут важно отметить, что представлена была не технология трассировки лучей, а она была представлена в марте, а именно технология аппаратного ускорения. Сама же трассировка не привязана к новому поколению. В общем и целом, не было прямо или косвенно сказано, что игры по TRTX несовместимы со старыми картами. Напротив, было сказано только о том, что старый топ Паскаля может примерно 2 миллиарда лучей в секунду просчитать против 680 в новинках. Из-за этого можно сделать вывод о том, что дополнительные опции в играх с трассировкой будут доступны и на других картах. При этом говорится о совместимости в том числе с IP Vulcan, помимо DXR, которая совместима со всеми Дарит X12 совместимыми картами. Просто на новых картах все будет идти принципиально быстрее из-за аппаратных улучшений. Что касается оставшихся технологий, надо в принципе затронуть вопрос, как так вышло, что год или два назад трассировка в реалотайме была на уровне маловарни с распадающимися пикселями, а теперь вдруг как будто что-то прорвало и вдруг четкость повысилась на порядке. Секрет кроется в том, что на самом деле картинка целиком не создается трассировкой. Трассировка является частью картинки, фильтром своего рода. Игра отрисовывает кадр двумя способами, но обоими не до конца. То есть ни одна из ветвей отрисовки кадра не получает финальную картинку. Иными словами, игра штатным и обычным образом начинает отрисовываться, как и раньше. Но вместо использования карт тени и света, костыльных расчетов преломлений и прочих эффектов полупрозрачности и постобработки, игра это не делает, а вместо этого начинает заполнять сцену светом и тенью, используя трассировку лучей света, камеры и тени. И тут надо вернуться во времена простой отрисовки трассировкой. И можно увидеть, что сцена постепенно заполняется лучами все плотнее и плотнее, пока не получается четкая картинка. В играх именно тот факт, что любое движение вызовет муть и было тем камнем претокновения, который не давал перейти в реал-тайм трассировку. Тут-то в игру и включаются алгоритмы по удалению шума и артефактов. И работает это все в рамках технологий, объединенных названием DLA, что расшифровывается как Deep Learning Anti-Aliasing. То есть получается картинка примерно достоверно точная, полученная на основе трассировки, далее она накладывается на полученную картинку обычным образом для игры, но без сложных эффектов. Впрочем, никто не запрещает оставлять все эффекты, которые присутствуют и в других играх. И все это вкупе соединяется и выглядит относительно неплохо. Шум от недостаточной выборки лучей сглаживается и сращиваются изображения, как раз за счет новых технологий, и как раз финальная подготовка кадра происходит на тензорных ядрах, вычислениями половинной точности. И, наконец-то, в игровых решениях настало время для расчетов половины точности. Как раз для осуществления этих самых расчетов в тьюрингах применяются тензорные ядра, которые появились еще в вольтах. В целом, весь графический конвейер, по идее, может использовать любые другие видеокарты. Вопрос только в том, что этапы работы трассировки и этапы работы подготовки финальной версии кадра на других картах будут проходить на одних и тех же блоках, в то время как в тьюринге есть специализированные. Иными словами, поддержка DXR может появиться и на Xbox, например. Но не факт, что появится из-за малой вычислительной производительности. В целом, с самой презентации можно было увидеть примеры DXR очень разного по проникновению самой технологии в игру. От очень простых применений, когда работа DXR почти незаметна, до Battlefield, в которой игра меняется практически полностью. Возможно, что лайтовые проявления DXR вполне смогут тянуть и текущие карты, тогда как полный фарш уже не потянут. По первым тестам, там вообще все плохо даже на 1080 Ti. Так что возможно будет все как с приходом хороших игр на 10-ом DirectX, и когда топы не тянули уже сразу как только вышли. Но это только предположение, хотя выглядит именно так это все, по крайней мере для меня. Но по порядку посмотрим на обе крайности применения. Есть демо со свечками и неоновыми вывесками. Там очевидные с RTX и без него равный и одинаковый свет, заполняющий сцену. Практически нет никаких объектов, которые как-либо изменялись, кроме нескольких источников света и теней. То есть вода, все объекты, все поверхности, текстуры на них, их освещение, все равно одинаковое. Разница только лишь в том, что отдельные источники света заменяются на источники с трассировкой. Тени при этом выглядят недостижимо хорошо для игр, но в целом видно, что картинка по сути одна и та же. Никакого глобального освещения трассировкой, а применено обычное глобальное освещение. Цветной свет трассировкой смешивается прекрасно, тени тоже прекрасно и красиво рассеиваются, тени могут окрашиваться в цвета незаслоненных источников света. Но не впечатляет. Не впечатляет, потому что все остальное в кадре к трассировке лучей никакого отношения не имеет. Нет динамического освещения всего помещения, помещения, отражений и преломлений. А есть и другое демо с Battlefield 5. Там при включении и выключении RTX меняется уже больше всего. Характеристики многих поверхностей становятся другими. Рассеянный свет от матовых объектов, отражение во всех глянцевых, блики на транспорте, в окнах домов во всех физичное отражение, окна дают солнечные зайчики и так далее. Огонь, правда, мягко говоря, выглядит как будто человек, который его делал, ранее огонь, во-первых, не видел, а во-вторых, никогда его не делал, хотя дайсы огонь делали и вполне успешно. И даже несмотря на то, что там в углу написано, что это RTX Alpha, мол, не просите от нас финального качества, огонь не выглядит даже на альфа-версию. Вероятно, причина в том, что делать его пришлось действительно как будто в первый раз, так как делать его пришлось дайсом как-то по-новому. Иными словами, в одном демо мы видим все старое и крупица нового, а в другом мы видим все настолько новое, что старые наработки и технологии в принципе не работают. Но уже сейчас можно понять, что мы получим в действительно новых играх. Во-первых, и это, пожалуй, самое важное, динамическое освещение и натуральное рассеивание света. Во время презентации уделялось очень много времени тому, что в глазе игрового персонажа виден взрыв. Безусловно, это мелкие детали, которые делают игру более насыщенной. Именно большое число деталей делает игра ощутимо реалистичней, типа падающая листва, летающий мусор от ветра и в том числе и отражение в глазах. Но важно не это на самом деле, важно то, что сам персонаж освещается от взрыва, динамически согласно яркости и близости взрыва. И это уже совсем не мелочи. Дело в том, что в современных играх сделать реалистичное освещение можно только пререндерингом. И опять мы упираемся в динамические источники света, которые остаются простыми. То есть движущимися источниками света не могут создаваться двойные общие тени, подкрашиваемые источниками света, сцены и так далее. В данный момент мы можем видеть, как огонь сам освещает сцену, вливаясь в общую освещенность сцены. Сейчас посмотрим на взрыв. Мы видим тень от вывески от солнца. Но когда появляется пламя от взрыва, тень окрашивается. Это кажется мелочами, но это даёт огромный потенциал для творчества, гейм-дизайнеров для улучшения реалистичности и добавления новых механик в игры. Допустим, вы идёте себе спокойно по локации вечерней, вдруг слышите выстрелы, по звуку поворачиваетесь в нужную сторону и видите вспышки света в окне при выстрелах. Не просто вспышки от выстрелов, как это может быть в кассценах, или просто огонёчки, как это сейчас в играх, а вспышки физичные по свету и теням. В комнате вы можете понять, в какой части комнаты стоит стрелок и в какую сторону он направлен, потому что тени будут направлены от стрелка. Это кажется, что сложно понять, где источник света, но на самом деле это то, что мы делаем каждый день. Мы постоянно по косвенным признакам определяем, где что-то происходит, чего мы не видим. И не только по слуху, что доступно в играх и сейчас, но и глазами. Даже если нет каких-то предметов, которые могут нам подсказать, откуда идёт свет, у нас есть нос, который всегда мы видим. Мы его не замечаем, но на самом деле мы постоянно видим свой нос. И если что-то вспыхивает за пределами нашего взгляда, справа или слева, это что-то освещает наш нос, и мы инстинктивно понимаем, откуда идёт свет. Ориентирование по направлению освещенности – это то, что у человека в генах заложено, как и ориентирование расположения объектов по источнику звука. И сейчас мы возможности работы со светом в играх лишены, так как источники света, не показывающиеся на экране, вообще никак не отражаются на игре, даже в самых суперграфонистых и навороченных игр. Именно динамические и точные источники света способны изменить сеттинг, в том числе даже развить игры, которых в принципе нет из-за того, что это сложно было бы сделать. Правильные динамические источники света – это важные для других шутеров, допустим, хардкорных, где нет миникарт и прочего такого. В таком случае свет будет более достоверно подсказывать, кто где находится наравнее со звуком, или лучше идентифицировать противников, когда они не в прямой видимости. Допустим, по свету от выстрелов танка за несколько кварталов от тебя, можно будет оценить, где сам танк, и условно совершить наступление на него. Огромный потенциал и в отражениях. Сейчас отражение сделать сложно, потому что весь мир, который не находится в поле зрения игровой камеры, не прорисовывается. То есть, чтобы сделать отражение, нужно специально прорисовать дополнительную часть игровой локации, при этом прорисовать полностью. То есть, подробное зеркало в игре увеличивает нагрузку на систему в два раза. Подобные просадки были бы недопустимы, поэтому подобные зеркала доступны только в играх, где они жизненно необходимы. Допустим, гоночные симуляторы или аркады. И то дальность прорисовки и детализации изображений в зеркалах оставляет желать лучшего. Поэтому в играх, даже если есть отражения, но они не жизненно необходимы, то они показывают только предметы, которые и так есть в кадре. А чтобы это не бросалось в глаза, отражения нельзя сделать четкими. Поэтому в зеркалах и в отражениях в играх практически ни в каких нельзя получить новую информацию. То есть, нельзя через зеркало посмотреть, что находится в коридоре за углом, или в отражении машины, что находится за укрытием, не выходя из укрытия. С трассировкой все эти механики появятся в играх. То есть, в отличие от технологий, которые только улучшают графику, новые возможности дают новые механики и новые сеттинги в играх. Игры становятся все однообразнее именно из-за ограниченности механик. Поэтому то, что показали в Nvidia, очень важно для долгосрочных перспектив. Понятное дело, что сейчас никто не будет делать игры, в которых есть что-то, что ограничено трассировкой. Так как это уничтожит продажи игры, потому что подходящих карт пока еще ни у кого нет. Но со временем не будет ничего удивительного в том, что у карты есть аппаратный блок для трассировки лучей, или какая-то иная оптимизация под трассировку. В таком случае новые механики и возможности уже смогут быть частью геймплея. А геймдизайнеры смогут всецело полагаться в творческой реализации, на возможности правильного динамического освещения, и более интерактивного с точки зрения света окружения, добавляя уже какие-то новые незаезженные квесты в играх, и более точно заставлять окружение подстраиваться под действия игрока и тому подобное. Главный вопрос сейчас только в том, где заканчиваются открытые возможности IP, и заканчиваются ли они в принципе из того, что было показано, а где начинаются те возможности, которые являются проприетарными для Nvidia. Все собственные технологии Nvidia не попадут в консоли, а делать игры только под ПК и только под карты одного производителя никто не будет. И все ограничится тогда только тенями и отражениями. То есть без новых механик в играх, что не совсем то, что хотелось бы. Вдобавок, если картинка у людей в онлайне будет разной, это наоборот сломает весь баланс. У одних игроков лучше видно, что в углах, у других хуже. У одних свет светит в камеру и мешает играть, у других не светит. И это именно то, с чем сейчас игровая индустрия столкнется. Те или иные фишки рейтрейсинга в обновлении может дать одним игрокам возможность лучше видеть через зеркала, а у других этой возможности не будет. В итоге нечестный перевес в пользу владельцев новых карт. Аналогичные с отражениями в машинах, отлуш и прочего. Геймдизайнеры к такому не привыкли. Они будут делать спавн ботов так, как привыкли. Так что моменты их появления будут видны в отражениях и будут подобные косяки в первые годы довольно часто встречаться. И еще геймдизайнерам долго придется учиться делать игры по-новому. Пока я видел только одно демо из всех игр, где дизайнеры грамотно воспользовались возможностями сделать реалистичное рассеивание света. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть делать все тупо блестящим – это временная тема, и она пройдет. Геймдизайнеры не специалисты в CGI с трассировкой. Им пока работать с рассеиванием тяжело и непривычно. В общем, потенциал новой технологии настолько огромен, что массовое недовольство мне кажется крайне губительным для возможности реализации этого потенциала. Но помимо тех опасений о временном снижении качества игр, есть еще важные опасения. Дело в том, что сейчас все говорят только про нагрузку на видеокарту, а не только в видеокарте дело. Сейчас игры не подготавливают части сцены, которые не видны игроку, за редкими исключениями, когда это крайне важно для какой-то определенной кат-сцены, где должны быть какие-то тени, которые выходят от объектов, не находящихся внутри этой сцены. Если перед игроком есть крупные предметы, то и за предметами ничего не прорисовывается. И это важная часть оптимизации, которая позволяет меньше работать не только в видеокарте, но и меньше работать процессору, так как расставить сцену – это работа больше процессора, а не видеокарты. Есть игры, где разработчики плохо подходят к вопросу оптимизации именно в плане минимизации объектов сцены. Яркий пример – это Watch Dogs 2. Но как вы понимаете, чтобы объекты, которые находятся вне поля зрения, могли отражаться, их надо поместить на игровой сцене. Иными словами, об оптимизации надо будет забыть. С точки зрения видеокарты, там каких-то действительно больших сложностей дополнительных не так уж и много. Натянуть текстурки на геометрию без каких-либо эффектов – это уже не какая-то сложная задача для видеокарты, а лучи так или иначе посылать в любом случае надо. Нет преград на пути лучей или есть они – не так важно, если жестко прописаны граничные значения по числу переотражений и дальности трассировки, до прекращения её. В этом и суть того, что обычные зеркала сделать ресурсозатратно в игре с трассировкой – нет. Потому что лучи и так и так посылать, они и так и так будут пересекаться с какими-то объектами, и по производительности разницы практически нет. А вот из-за отсутствия оптимизации, на процессор нагрузка будет больше. Не будет условного существующих объектов, все объекты надо расставить, для всего отработать кучу дроуколов, и никаких послаблений при работе. В общем, по процессорам там тоже могут возникнуть свои не самые приятные неожиданности. И включение RTX для процессоров будет не менее значимым параметром для нагрузки, как дальность прорисовки. И теперь последняя показанная технология – это DLSS, что расшифровывается как Deep Learning Super Sampling. Видеокарта будет, используя тензорные ядра, увеличивать чёткость картинки и делать склаживание. Эта технология, вероятно, со старыми картами не будет работать в принципе. И неизвестно, будет ли возможность включить эту технологию просто через панель управления NVIDIA, если сама игра её не поддерживает. Если будет можно, то это будет неплохо. Если нет, то имеется список игр, в которых эта технология будет применена в первое время. Список не очень большой, тем не менее интересно, что сможет сделать карта, допустим, если стоит вопрос вывода изображения в 4К, при недостаточной производительности видеокарты, для честной отрисовки в 4К, насколько будет лучше картинка, будут ли артефакты в статической картинке или в динамической, какие-либо шлейфы, мутность или иные дефекты. На презентации рассказано было о новой технологии всё не супернаглядно. По этой причине каких-то супер ожиданий она и не вызывает. Однако, если можно будет заменить сглаживание, отнимающее вычислительную производительность, на сглаживание суперсэмплированием, которое задействует тензорные ядра, которые бы просто находились в простое, и при этом не тратить ресурсы основных ядер видеокарты, то лишним это не будет. Хотя, естественно, многое зависит от качества реализации. В общем, по итогу, есть крайне перспективные технологии и новые карточки её поддерживающие. Но нет или почти нет, или, можно сказать, условно есть, или условно нет, игры, которые на старте эту технологию будут поддерживать. И теперь про карты. Карт пока три. Все дорогие. Безусловно, в текущий момент, когда нет игр с рейдрейсингом, гнаться за новыми картами и переплачивать за эти технологии, резоны нет. Я бы сам себе такие дорогие карты покупать бы не стал. Даже если бы все технологии поддерживались, была бы настоящая реалтайм трассировка, без всяких ухищрений. Потому что я, в принципе, не понимаю, что мне может дать карта, там, за 45, 70, или тем более под 100 тысяч рублей. Также я лично не понимаю, и как может телефон что-то тебе дать за 100 тысяч рублей. Тем не менее, кто хочет, те купит. В открытой продаже появиться должны две старших 20 сентября, хотя по новым данным, одна из карт уже задерживается. А 2070 появится только в октябре. Что касается цен, то как и в прошлом поколении, Founders Edition, то есть референции, будут стоить дороже минимальных сцен. А именно 600, 800 и 1200 долларов без НДС. Рублевые цены практически вровень по курсу доллара плюс 20% НДС обозначены на сайте. Но надо понимать, что если курс резко изменится, то к старту продаж цены могут и измениться. Что радует, что цены действительно от долларовых цифр, то есть для европейского рынка цены из долларов пересчитаны в евро не один к одному, а по нормальным курсам. Кроме референсов, будут и карты от других вендоров. Как дороже референсов, так и дешевле. Минимальные ценники будут от 500 долларов за 2070, 700 за 2080 и 1000 за TI. Дорого и пока, в общем-то, бесполезно. Но надо понимать, что это только пока. Вдобавок AMD скоро выпустит первый, правда не для игровых карт чипа на 7 нанометрах, с новой вегой. Безусловно, маркетинговая машина NVIDIA не позволит 2 или 3 года отставать по циферкам от конкурента. Так что текущее поколение намного быстрее по скале сменится на рефреши, которые по меньшей мере будут более энергоэффективны. Вдобавок уменьшение техпроцесса позволит делать кристаллы меньшей площади, то есть дешевле. Иными словами, через год, когда уже хоть будет где опробовать в играх новые технологии, выйдут уже новые карты, холоднее и дешевле текущих. Возможно, в каких-то аспектах и быстрее. Сейчас же, пока игр нет или их мало с рейтрейсингом, оценивать карты надо по цене качества, исходя из общей производительности, а не производительности в 2-3 играх и в паре бенчмарков с трассировкой. И точных соотношений этих производительностей в обычных играх пока нет. Но Ryzen там точно не в разы, а на десятки процентов. Я же в свою очередь для канала куплю 2070, надо посмотреть, что к чему, редко когда бывает столь радикальное и появление новых технологий. В общем, далеко не каждый год. Так что с точки зрения ведения канала железка должна быть интересна. Но опять же дорого. Куплю я в любом случае, но в качестве поддержки я бы попросил тех, кто думает покупать что-то в компьютер-юниверс использовать мой промокод. Вам от этого дороже покупки не станут, даже наоборот скидка 5 евро, а мне это даст возможность купить карту в магазине этом со скидкой. Ну и тем, кто хочет купить карту или что-либо еще без пошлин и НДС, то есть по ценам примерно как и рекомендуемые, не забывайте, что с 1 января 2019 года снижается порог беспошлинной покупки до 500 евро в месяц на человека. Самые дешевые 2070, возможно, по идее, будут в этот лимит еще укладываться. А вот с нормальным охлаждением и тем более 2080 эти Айки купить без пошлин и НДС, то есть примерно на 20% дешевле, получится только до конца года. Надеюсь, видео было полезно или интересно. Если так, то подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали. Ну и пока, всем пока и до новых видео!